Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Мы начинаем урок русского языка, посвященный дефисному написанию слов. Итак, посмотрите, какое из данных слов или сочетание слов лишнее. Во-первых, в третьих, в пятом ряду. По нашему, по вашему мнению, по листьям, без умолку, еле-еле, видимо-невидимо, вы без труда определяете, что, естественно, в каждом из этих рядов лишним оказывается то слово, которое пишется не через дефис. Тема дефисное написание наречий. И наша цель с вами знать условия написания дефисов наречий. Попробуем посмотреть на те примеры, которые предлагаются. По-твоему, по-видимому, по-собачьи, по-детски, в-шестых, крепко-накрепко, едва-едва, как-нибудь кое-кто. Я думаю, что вы увидели, что все слова группируются по какому-то основному признаку, а именно в зависимости от того, какое правило диктует постановку дефиса в этом слове. Итак, правило первое. Дефис пишется в наречиях и местоименных наречиях, если вы видите приставку по и суффиксы ому-ему, например, по-военному, по-вчерашнему, по-твоему. Если в наречиях, образованных приставочно-суффиксальным способом с приставкой по, вы видите суффикс и, то в данном случае это слово тоже будет писаться через дефис. Маленькая подсказка, так называемое мнемотехническое правило. Слово должно обязательно заканчиваться на такие сочетания. Давайте попробуем образовать слова. Итак, с помощью приставки по и суффиксов ому-ему и от слов другой, настоящий, весенний, птичий, мой, актерский, братский, хозяйский, медвежий, заячий, бараний, французский. Я думаю, что у вас без труда получится образовать эти слова. По-другому, по-настоящему, по-весеннему, по-птичьему, по-моему, по-актерски, по-братски, по-хозяйски, по-медвежьи, по-заячи, по-бараний, по-французски. Надеюсь, что ни в одном из этих слов вы не сделали ошибки. Обращаю ваше внимание, что в этом правиле есть некие подводные камни. Итак, первый, если у нас слова потому, почему, посему, поэтому, обратите внимание, что они, несмотря на наличие приставки по, пишутся слитно. У них нет того суффикса, о котором мы с вами говорили. Правило номер три. Дефис пишется в наречиях, образованных от порядковых числительных, но для этого ему обязательно нужны приставка в и суффиксы их-их в седьмых во-вторых. Обращаю ваше внимание на самую большую часть этого правила. Дефис пишется в наречиях, которые образованы повторением, либо одного и того же слова, чуть-чуть, вот-вот, корня, сложенного приставками, осложненного приставками или суффиксами, мало-помалу, всего-навсего, или с помощью синонимов. С бухты-барахты, по-добру-поздорову. Давайте посмотрим, какие из предложенных слов пишутся через дефис. По-барски, в-третьих, бок о бок, тихо, смирно, по-иному, по-английски, нежданно, негаданно, с глазу на глаз, всего-навсего, первонаперво, час-отчасу. Вы можете без труда выбрать те слова, которые не пишутся через дефис, и к ним относятся слова бок о бок, с глазу на глаз, час-отчасу. Все остальные, безусловно, требуют дефиса. Внимание, обратите внимание на те слова, которые пишутся всегда раздельно. В данном случае это существительное с предлогом между ними, бок о бок, сбоку на бок, честь по чести. А вот эти два слова нужно запомнить, точь-в-точь и тет-а-тет пишутся несколько странно. У них в середине целых два дефисов. Запомните, пожалуйста. Беспредложное сочетание, состоящее из повторяющихся существительных, одно из которого употребляется в творительном падеже, тоже пишутся не через дефис. Обратите внимание на правило 5. И опять, последнее правило. Дефис пишется в наречиях и местоимениях, если они имеют приставку кое и постфиксы, то, либо, не будь, таки. Я думаю, что вам обязательно поможет маленькая рифмовочка, то, либо, кое-нибудь, черточку не забудь. Например, слова кое-как, зачем-то, как-нибудь. Итак, давайте потренируемся. Укажите номера предложений, в которых наречия имеют дефис. Однако же мы как-то понимали друг друга. Естественно, что слово «то» обязательно подскажет, нужен дефис или нет. Там говорят «тьма тьмущая людей машин». Два слова. «Тьма тьмущая». В каких они находятся отношениях? Подумайте. Он обладал чудовищной силой, с ножом ходил на медведя, один на один. Я думаю, предлог «на» обязательно подскажет вам, пишется это слово через дефис или нет. В городе было не по-праздничному тихо. Приставка «по» и знакомый вам суффикс – тоже своеобразная подсказка. Все дела совершались по-домашнему, по-соседски. В этом предложении два слова, где вам нужно решить, пишутся они через дефис или нет. Я думаю, что приставки и суффиксы вам в этом тоже подскажут. Раз от разу его попытки становились слабее. Предлог «от» – это тоже своеобразная подсказка. Вспоминайте, пожалуйста, правила и давайте сверим ваши ответы. Итак, в предложениях 1, 2, 4, 5 слова пишутся через дефис. С – это слова «как-то», «тьма тьмущая», «не по-праздничному», «по-домашнему», «по-соседски». А теперь хочу сказать вам о том, что очень часто наречия, которые пишутся через дефис, звучащие речи, в устной речи, похоже на эмонимичное им сочетание. И поэтому очень важно их различать между собой. От этого зависит наличие дефиса или раздельное написание этих слов. Давайте посмотрим. Жить по-старому, по-старому мосту. В первом случае перед нами, безусловно, наречие. Выполняется главное условие, выполняется главное правило. У нас есть приставка «по» и суффикс «ому». А во втором случае перед нами прилагательное с предлогом. И если в первом случае мы напишем через дефис это слово, то во втором случае, конечно же, предлог «по» пишется раздельно. По-своему правы, по-своему голоску. Работает то же самое правило. Если есть приставка «по» и суффикс «ему», значит, напишем через дефис. А вот во втором случае, когда у нас есть местоимение и предлог, напишем раздельно. По-осеннему лесу, по-осеннему холодно. По-осеннему лесу, если мы отбросим совершенно свободно предлог «по», то у нас получится словосочетание, которое имеет смысл «осенний лес». Значит, перед нами прилагательное с предлогом. По-осеннему холодно. Это наречие, мы задаем вопрос «как?». Холодно. По-осеннему. Более того, у этого наречия есть приставка и суффикс «ему». Значит, пишем через дефис. В-третьих «я прав». В-третьих рядах. Я думаю, что здесь вы найдете то словосочетание, в котором употребляется числительное, и с которым предлог «в» пишется раздельно. Это в-третьих рядах. А вот в-третьих «я прав». Здесь, безусловно, наречие, которое мы напишем через дефис. Настроены по-доброму, понял по-доброму взгляду. Я думаю, что вы справитесь уже самостоятельно. В первом случае сможете объяснить. В первом случае перед нами наречие, мы пишем его через дефис. Во втором случае у нас прилагательное с предлогом. И мы напишем раздельно. Потренируемся, когда перед нами несколько написаний, восемь написаний. Итак, в каком варианте наречие пишется через дефис? Он вправду честен. Говорить по-корейски, действовать втайне, выступать по очереди. Сделать наспех, жить по-новому, выучить на зубок, вновь запел. Среди этих наречий есть те, которые пишутся слитно, и те, которые пишутся раздельно. Но наша задача найти только те, которые пишутся через дефис. Надеюсь, применяя правило, вы, безусловно, справились с этим заданием. Говорить по-корейски, жить по-новому. А теперь самое главное и самое важное. Как это правило используется, когда вы выполняете задание ОГЭ. Задание номер 5. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Разберем сейчас каждый момент, каждый вариант. Объяснялся по-немецки. Наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки по и суффикса и. Обратите внимание, как формулируется правило. Действительно, это наречие. Оно образовано от прилагательного немецкий. У него есть приставка по и суффикс и. Давайте пока отложим на время решения этого задания, потому что в таком задании всегда 5 условий. И посмотрим, правы мы или нет. Следующий случай. Взять что-нибудь. Наречие пишется через дефис, потому что с суффиксом нибудь слова пишутся через дефис. На что здесь нужно обратить внимание? Первый момент, что это слово называется наречием. Здесь обозначается суффикс нибудь. И то, что это слово обязательно пишется через дефис. Правы мы или нет, посмотрим чуть позже. Бело-бело. Это наречие, образованное повторением одинаковых слов, и они пишутся через дефис. Что нам важно в условии этого правила? То, что это наречие и выполняется одно из условий повторения одинаковых слов. Во-первых, на что нужно обратить внимание в данном случае? Это слово названо наречием. Здесь говорится о том, что оно пишется через дефис. И главным условием выбора является приставка «во». Обратите внимание на то, все ли условия правила выполнены. И последний пример думает по-другому. Это наречие. Оно пишется с приставкой «по» и также через дефис. Итак, какие же из этих пяти формулировок правил являются верными? Вам нужно будет решить это, выполняя задание ОГЭ. Давайте посмотрим правильные ответы и поймем, ошиблись вы или нет. Это ответ 1 и 3. Почему же не устраивает нас ответ номер 2? Я обращаю ваше внимание на то, что это ловушка ОГЭ, потому что в этом случае что-нибудь названо наречием, а образовано это слово как раз-таки от местоимения. Итак, если вы выбрали ответ 2, то вы не совсем верно определили часть речи. Почему нам не подходит номер 4? Здесь, обратите внимание, недостаточно, не до конца названы условия написания дефиса. Безусловно, здесь не хватает указания на то, какой суффикс образует это слово. Аналогичная ошибка допускается и в пятом задании. Думает по-другому. Наречия с приставкой «по» всегда пишутся через дефис. Обратите внимание, что здесь дается только одно условие для написания дефиса, а именно приставка «по», а второе важное условие – наличие суффикса «ому». Не упоминается. Что еще важно заметить, что в этом правиле допущена вторая ошибка. И бывает очень часто, что таких ошибок в формулировке заданий на ОГЭ не одна, а две. Итак, слово по-другому названо наречием, но образовано оно, обратите внимание, от местоимения, от местоимения другой, а не от прилагательного. Поэтому в данном случае это местоименная наречия, то есть еще одна неточность, допущенная в правиле. Итак, давайте подытожим. При выполнении заданий ОГЭ, заданий номер 5, очень важно, когда вы проводите орфографический анализ, и это правило связано с написанием дефиса, обращать внимание на несколько важных вещей. Какой именно частью речи является предложенное слово? Допускается ли ошибка при его определении? И самое главное, полностью ли это правило изложено? То есть не упущена ли какая-то определенная важная часть правила? И перейдем к домашнему заданию. Вам нужно объяснить написание слов через дефис в тех текстах, которые предложены для выполнения. Кроме того, что вы выполняете задания к этому тексту, я предлагаю вам найти в этом тексте те слова, которые пишутся через дефис, и объяснить их написание. Надеюсь, после этих пяти правил, которые вы запомнили великолепно и замечательно, вы никогда не будете делать ошибок при написании дефиса. Удачи! Добрый день, уважаемые девятиклассники! Тема сегодняшнего урока – организация и разнообразие экосистем. Цель урока – познакомиться с понятием экосистема, как организованы экосистемы, какими бывают экосистемы. Итак, на предыдущих уроках вы рассмотрели структуру, особенности функционирования живой части планеты, которая называется биоциноз, или мы еще называем по-другому природное сообщество. Я напоминаю вам определение, что биоциноз – это совокупность живых организмов, связанных разными типами взаимоотношений. Живые организмы не могут существовать изолированно и обязательно должны взаимодействовать с неживой частью материи, а именно получать определенные вещества и энергии. Поэтому обязательно для функционирования биоциноза существует вторая часть – абиотический компонент, который как раз-таки включает вещества и энергию. И принято называть абиотический компонент, необходимый для функционирования жизнедеятельности биоциноза биотопом. Эти два блока связаны между собой, и связь эта осуществляется за счет круговорота веществ в природе. Таким образом, биоциноз и биотоп – это и есть экосистема. Термин «экосистема» впервые был введен Артуром Тенсли, английским ботаником, и в своем определении, что такое экосистема, он дает следующее. Это совокупность живых организмов и неживых компонентов среды, при взаимодействии которых происходит достаточно полный круговорот веществ. Для определения этого уровня был введен еще один термин, но теперь уже нашим соотечественникам, ботаникам Владимиром Николаевичем Сукачевым – биогеоциноз. Биогеоциноз – это система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ними совокупность абиотических факторов среды в пределах однородного участка земной поверхности. Обратите внимание, в этом определении подчеркнуло в пределах однородного участка земной поверхности, потому что в этом и заключается различие между двумя определениями, введенным Тенсли и Сукачевым. Определение экосистемы Тенсли более широкое, более общее, не привязано к определенному участку Земли, поэтому экосистемы может быть не только природные, но и искусственные, такие как аквариум и космический корабль. Более естественным является именно определение биогеоциноз, где показывается и биологическая часть, и неживая часть, введенные именно Сукачевым. Итак, что же с собой, как функционируют экосистемы, и что они собой представляют? Все экосистемы, как любые системы, живые системы, должны иметь определенную устойчивую или навесное состояние, которое основывается на обеспечении круговорота веществ. Для того, чтобы поддерживаться круговорот веществ, необходимо два основных компонента. Это наличие запаса неорганических веществ в усвояемой форме, и второе – это функционально различные экологические группы живых организмов – продуценты, консументы и редуценты. Наша с вами задача заключается в том, что рассмотреть определение, что такое продуценты, что такое консументы и что такое редуценты, и какие группы живых организмов их образуют. Начнем по порядку. Продуценты. Синоним, который часто используется, особенно в кимах ОГЭ, продуценты используются как производители. Это автотрофы по способу питания. Именно они сами синтезируют органические вещества из неорганических и преобразуют энергию, или световую, или химическую энергию, опять же, в энергию химических связей, органических соединений. Как правило, блок продуцентов будут формировать растительные организмы. Вторая группа – функциональная экологическая группа живых организмов – это консументы или синоним потребители. По способу питания являются гетеротрофами. Они потребляют органические вещества, готовые органические вещества продуцентов или других консументов, и трансформируют их в новые формы. Эту группу формируют представители царства животных. И третья функциональная группа – это редуценты, синоним разрушители. Обратите внимание, что по способу питания они являются гетеротрофами, так же, как и консументы. Питаются готовыми органическими веществами, но потребляют мёртвое органическое вещество, переводя его в неорганические соединения, то есть минерализируя эту группу, как правило, образуют бактерии и грибы. Итак, экосистема, как любая система, является целым и обязательно состоит из частей. Основными частями экосистемы являются блоки, которые формируют живые организмы, связанные с разным типом питания. Это продуценты, которые лежат в основе функционирования любой экосистемы. Именно продуценты синтезируют органические вещества, и органические вещества и энергия продуцентов используются для процессов жизнедеятельности. Второго блока – это консументы первого порядка. Консументами первого порядка являются растительноядные животные, которые, в свою очередь, являются источником органического вещества и энергии. Для консументов второго порядка – это хищники. Могут быть консументы и третьего, и четвёртого порядка. Паразиты, как правильно, всегда занимают последний блок в этой схеме. Но для того, чтобы все эти части функционировали как единое целое, существует ещё один блок. Это редуценты, которые как раз-таки и разрушают органические вещества, минерализируют и замыкают круговорот веществ, поставляя неорганические вещества, опять же, продуцентам или производителям. Здесь как раз на этой схеме видно, что так как экосистема является системой, состоит из частей, между частями должны существовать внутренние связи. Вот эти внутренние связи основываются именно на трофических связях. В основном трофические связи, или мы их по-другому называем пищевые связи. Но любая система не изолирована. Для любой системы функционирования существуют ещё внешние связи. Для экосистемы, как для системы, существует внешняя связь, они энергетически открыты, и запускание, функционирование всей системы происходит за счёт энергии света. Таким образом, световая энергия будет продуцентами переводиться в энергию химических связей и передаваться уже по цепи питания. Основным блоком в любой экосистеме – это, конечно, блок продуцентов или растений, которые формируют форму экосистемы. Экосистемы очень разнообразны, существует их много классификаций, но мы с вами остановимся только на некоторых этих классификациях и посмотрим. Итак, для первой классификации в основе её лежит параметр происхождения самой экосистемы. Поэтому выделяют все экосистемы, разбивают на две группы. Это естественные природные экосистемы, и вторая группа – это искусственные, созданные человеком. Естественными являются лес, является лук, является озером, является пустыня, является степь. А вот искусственные, созданные человеком, например, как пшеничное поле, огород, аквариум, являются парка – это всё искусственные экосистемы. Вторая классификация экосистемы основывается на том, какую среду будет занимать как основу экосистемы и формироваться на ней. Две основные группы выделяют экосистем. Это наземные, которые адаптированы к экологическим условиям наземно-воздушной среды обитания, и вторая группа экосистем – это водные, которые адаптированы к экологическим условиям водной среды обитания. Ну и последнюю классификацию мы с вами рассмотрим – это по видовому разнообразию. В зависимости от факторов окружающей среды, от экологических факторов, различают экосистемы по видовому разнообразию, как богатые видовым разнообразием и бедные. Богатым видовым разнообразием, конечно же, являются экосистемы тропических лесов, где самые удачные экологические условия, они обеспечены и влажностью, и температурным режимом, и бедными как раз видовыми разнообразиями являются экосистемы пустынь, полупустынь и степей. Таким образом, экосистема, как очередной уровень организации живой материи, имеет определенную закономерность строения. В основе ее лежат блоки, образованные живыми организмами, связанные с разным типом питания. Это продуценты, автотрофы, консументы первого или второго порядка и группа редуцентов, которые как раз-таки и минерализируют органические вещества, восстанавливая круговорот веществ. Экосистема является энергетической открытой системой. Таким образом, энергия света все время преобразуется в энергию химических связей, органических соединений. Для закрепления этого момента, данной темы и вопросов, давайте с вами разберем задание, которые используются в открытом банке, связанные с вопросами, которые мы с вами только что рассмотрели. Итак, вопросы с одним правильным ответом. Плотва, как и большой продавик, поедают растения в водоеме, потому что ее считают. И предлагают четыре варианта. Редуцентам, первичным консументам, первичным продуцентам, вторичным консументам. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну, во-первых, надо владеть биологической терминологией, понимать, что такое редуценты, продуценты и консументы. А дальше необходимо обратить внимание, что в этом вопросе, говорится, поедает растение. Значит, это растительноядные животные. А растительноядные животные являются консументами первого порядка. То есть здесь правильный ответ – это ответ два. Второе задание. Что общего между агроэкосистемой яблоневосада и экосистемой тайги? Предлагаются также четыре варианта ответа – длинные цепи питания, преобладание растений одного вида, замкнутый круговорот химических элементов, наличие производителя, потребителя и разрушителя. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что яблоневосад – это искусственная система, а тайга, экосистема тайги – это естественная. То есть здесь показаны как раз-таки две группы разных экосистем по происхождению. Но как бы они ни отличались, а будут они отличаться, и дальше вы это будете рассматривать, в каждой экосистеме, что естественное, что искусственное, обязательно должны присутствовать блоки, функциональные экологические блоки живых организмов – производители, потребители и разрушители. То есть в данном случае правильный ответ – это четыре. Следующий вопрос. Какая группа организмов биоциноза завершает потребление органического вещества? Мы с вами оговаривали о том, что завершает потребление органического вещества, минерализирует и восстанавливает круговорот веществ – это группа редуцентов, или их по-другому называют разрушители, которые входят в основном – это грибы и бактерии. Следующее задание, которое встречается в открытом банке – это с множественным выбором, где предлагаются шесть вариантов ответа, только три будут верны. В данном задании необходимо выбрать из шести указанных три правильных ответа, где указаны искусственные экосистемы. Вам предлагают аквариум, пшеничное поле, подземное озеро, парк, пустыня и лесной пруд. Для того, чтобы ответить, надо знать, что искусственные экосистемы созданы человеком. Поэтому правильным ответом будут аквариум, пшеничное поле и парк. Все же остальные – подземное озеро, пустыня, лесной пруд – это естественные экосистемы. Еще одна группа заданий встречается на соответствии. В данном примере приведены определенные характеристики и функциональные группы. Задача заключается в том, чтобы распределить характеристики по функциональным группам. Предлагают производители и потребители. И, соответственно, характеристики. Образуют органические вещества из неорганических. Конечно, это будут производители. Это и есть продуценты, это растения, это автотрофный способ питания. Усваивают готовые органические вещества – это гетеротрофы, которые в основном животные будут образовывать в группу потребителей. Используют солнечную энергию для синтеза органических веществ. Это производители, это растения. Их процесс питания связан с процессом фотосинтеза. Принадлежат к растительноядным животным – это потребители. И являются первым звеном цепи питания. Это, конечно, растения. Это производители. С них и начинается любая цепь питания. Еще одно задание, которое мы с вами посмотрим, предлагается текст, где пропущены определенные термины. Для того, чтобы правильно звучал смысл этого текста, необходимо использовать перечень терминов, которые предлагаются. Это задание, оно несложное вообще, эти задания. Здесь главное прочитать текст и по смыслу, зная, конечно, теоретический материал и используя его, по смыслу подобрать термины, которые будут соответствовать пропущенным моментам. Итак, однородный участок земной поверхности с определенным составом организмов и комплексом неживых компонентов называют правильный ответ 6. Это биогиоциноз. Это определение, которое мы с вами разбирали в самом начале урока. Организмы образуют в них три функциональные группы. И мы должны вспомнить о том, что три функциональные группы – это продуценты, консументы и редуценты. Здесь они вам предлагают как производители, разрушители и потребители. Поэтому в следующих предложениях мы должны с вами определить, в каком предложении где пропущен какой термин. Итак, для пропущенного термина B, это главным образом зеленые растения, так как они образуют органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза, конечно, это производители. Почему существует такой термин – производители-продуценты? Потому что именно они синтезируют органические вещества из неорганических. Далее, второе – животные выполняют роль, мы с вами оговаривали, это консументы или второй синоним, который используется – потребители. И третья функциональная группа – это разрушители или редуценты, которая представлена бактериями и грибами. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Сегодня мы с вами проводим четвертый урок, и он у нас с вами будет необычный. Вы уже помните, что в течение трех уроков мы изучали тему металла. Я вам напомню, первый урок был посвящен положению металла в периодической системе. Второй урок был посвящен свойствам металлов. Мы с вами изучали физические и химические свойства металлов. Третий урок был посвящен соединения металлов – оксидам, гидроксидам, солям. А вот сегодня у нас с вами необычный урок – урок упражнения и задачи по теме металлы. И мы попробуем с вами выполнить самые сложные задания основного государственного экзамена, который вас ждет в этом году. Я знаю, что не все вы будете сдавать этот экзамен, но все равно этот материал является базовым. То есть вы должны его знать, если, конечно, хотите иметь пятерку. Девизом к нашему уроку я выбрал очень интересное высказывание величайшего древнегреческого философа Аристотеля. Разум человека состоит не только в его знаниях, но и в умениях применять их на деле. И вот сегодня мы с вами попробуем применить на деле все то, что мы изучали в течение трех предыдущих уроков. Первая наша задача – это упражнение. Точно такое же упражнение вас ждет на основном государственном экзамене номер 21. Дана цепь превращений. Нитрат железа-2 необходимо превратить в гидроксид железа-2, затем в некое вещество Х и в конце концов превратить в оксид железа-3. Нам нужно с вами составить молекулярное уравнение для данных реакций, а для первого превращения также составить сокращенное ионное уравнение, сокращенно СИУ. И вот нужно будет заполнить вот эту таблицу. Давайте вспомним все то, что мы с вами учили. Вы помните, что основные классы соединения – это оксиды, основания, кислоты и соли. Давайте и здесь посмотрим. Нитрат железа-2 – это соль, гидроксид железа-2 – это основания, а оксид железа-3 – это оксид. И вот чтобы получить нерастворимое основание, гидроксид железа-2 и соли, необходимо прибавить щелочь. То есть мы будем прибавлять либо натрий-ОН, если вы помните, едкий натор, либо кали-ОН, едкое кали. Чтобы осуществить второе превращение, нужно обратить внимание, что последнее вещество, феррум-2О3, изменяет степень окисления. Железо повышает степень окисления с плюс-2 в плюс-3. И поэтому необходимо прибавить окислитель. И может быть, как кислород воздуха или, например, пероксид водорода. При этом образуется гидроксид железа-3, тоже нерастворимое в воде основание. Ну а чтобы осуществить третье превращение, нам необходимо нерастворимое в воде основание феррум-ОН трижды разложить при нагревании. При этом образуется феррум-2О3 и вода. Давайте теперь наши правила применим на практике. Первое уравнение. Феррум-ОН три дважды плюс две ионные частицы гидроксида натрия образуется. Феррум-ОН дважды и нитрат натрия. Вы наверняка помните, какого цвета гидроксид железа-2? Помните, правильно, серо-зеленый. Второе наше превращение. Как я уже сказал, гидроксид железа-2 необходимо окислить. Мы в данном случае используем кислород воздуха в присутствии воды. При этом образуется гидроксид железа-3. Но здесь же можно провести другую реакцию с пероксидом водорода. И тоже будет гидроксид железа-3. Третье наше превращение – это разложение гидроксида железа-3 на оксид и воду. Вы видите, да? Составлены все три необходимых уравнения реакции. Четвертое является силу – сокращенное ионное уравнение. Это уравнение нужно составлять только с помощью таблицы растворимости. Вы помните, что все нитраты растворимы. Соответственно, нитрат железа-2 растворим, и нитрат натрия растворим. Гидроксид натрия – это щелочь, тоже растворим. Поэтому только феррум-ОН дважды не будет расписываться на ионы, потому что он нерастворим в воде. Поэтому наше сокращенное ионное уравнение выглядит так. Феррум-2+, плюс 2ОН- образуется феррум-ОН дважды. Я хочу обратить внимание, дорогие девятиклассники, если вы на экзамене, по основному государственному экзамену напишите и полное ионное уравнение, это не будет считаться ошибкой. А наоборот, только будет для вас плюса. Но если вы допустите ошибку, мы тоже не будем учитывать эту ошибку в этом уравнении. Поэтому, конечно, очень многие будут это делать. И не стесняйтесь, это можно делать, составлять полное и сокращенное ионное уравнение. Вторым заданием мы будем выполнять экспериментальную задачу номер один. Это типичное задание номер 23 и 24. Впервые в этом учебном году основной государственный экзамен будет связан с экспериментом. Дан раствор сульфата магния. И еще набор реагентов. Металлический цинк, соляная кислота, гидроксид натрия и две соли. Нитрат калия и хлорид бария. Нам также даны штативы с пробирками. И нам нужно будет использовать вот этот набор реактивов и посуды, чтобы доказать два химических свойства сульфата магния. Вы помните, что на третьем уроке мы говорили, что с соль могут реагировать с основаниями, что сульфат магния это соль. И они могут реагировать с более активными металлами, с растворами щелочей, с растворами солей и с растворами кислот. Но при этом должно выполняться обязательно условие. Один из новых продуктов должен выпадать в осадок. И если мы с вами воспользуемся таблицей растворимости, то мы с вами увидим, что сульфат магния будет прекрасно реагировать с гидроксидом натрия и при этом будет образовываться белый осадок. Мы сейчас попробуем это доказать. Кроме того, вы помните, что качественной реакцией на сульфат анион является взаимодействие с хлоридом бария. При этом тоже должен быть белый осадок. Соответственно, я сделал выбор. Сульфат магния – исходное вещество и два реактива. Остальные реактивы – лишние. Точно так же вы можете делать на будущем экзамене. Из данного набора реактивов выбирать нужные реактивы. Остальные просто отставлять в сторону. Но не забудьте, при этом нужно обязательно использовать таблицу растворимости. Перед вами пробирки. Обычные цилиндрические безмерные пробирки. В данном случае они демонстрационные, для того, чтобы было лучше видно. Вы же, дорогие друзья, будете использовать пробирки меньшего объема, но точно такие же. И точно такой же штатив. Для того, чтобы поставить в него три пробирки. Чтобы наполнить пробирку реактивом, нужно использовать данный реактив. Крышечку при этом переворачивать, а этикетку брать в ладонь, чтобы вам не сняли лишние баллы за нарушение экспериментальных навыков. Наливать при этом нужно под наклоном. При этом вы наливаете на уровень указательного пальца. Что такое уровень указательного пальца? Это примерно вот такой объем. Уровень указательного пальца. При этом реактив закрываем. Вот такой объем необходимо будет наливать на экзамене. При этом мы берем второй реактив. В данном случае гидроксид натрия. И если, как мы с вами предположили, что выпадает белый осадок, давайте попробуем. И действительно, вы видите, образуется белый студенистый осадок. Почему он студенистый? Он занимает весь объем. Белый студенистый осадок занимает весь объем. И мы потом с вами попробуем определить отличия. Вторая пробирка. Вновь наливаем вновь наливаем сульфат магния. При этом, вы помните, крышечку переворачиваем. Переворачиваем. Этикетку в ладонь наливаем на уровень указательного пальца. не забываем снимать последнюю капельку. И добавляем новое вещество хлорид бария. Итак, у нас с вами образуется белый осадок. В результате решения экспериментальной задачи мы с вами доказали свойства сульфата магния. Сульфат магния с гидроксидом натрия образовался белый студенистый осадок магнию аж дважды. И при взаимодействии с хлоридом бария образовался белый кристаллический осадок. Главное отличие кристаллического осадка от студенистого в том, что кристаллический оседает на дно, а студенистый осадок остается во всем объеме. Точно так же вы будете оформлять решение. Я хочу предупредить, уважаемые девятиклассники, что вы не должны бояться выполнять эксперимент. Но это наоборот очень хорошо и очень интересно. А вообще, великие ученые, дважды лауреат Нобелевской премии Лайанус Карл Поллинг когда-то сказал, химия прекрасна. Мне жаль людей, которые о ней ничего не знают. Они лишают себя источника наслаждения. Я тоже вам желаю, чтобы вы всегда испытывали наслаждение от уроков химии. Спасибо за внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok